Подъем по штурмовой лестнице, полоса препятствий и сборка-разборка автомата Калашникова. Эти и другие испытания предстоит преодолеть участникам третьего этапа военно-патриотической игры «Зорница». Масштабный проект создан для воспитания сильного молодого поколения. На протяжении всех этапов, которые начались в Омской области еще в августе, команды проходят испытания на прочность. Учатся работать в коллективе, не теряться в экстремальных ситуациях и, самое главное, быть достойным жителем своей страны, патриотом. Силен тот солдат, который умеет воевать, но непобедим тот, который знает, за что он воюет. У нашего народа великое боевое историческое прошлое, и нужно быть достойным исторической памяти своих предков. Человек не должен быть оторван от своих корней. Очередной этап «Зорницы» прошел на испытательном учебно-тренировочном полигоне, где готовят спасателей и пожарных. Это непосредственно виды, которыми занимается МЧС России, которые культивируют основные виды пожарно-прикладной спорт, так называемый. Подготовка, в принципе, нужна, конечно, но, учитывая уровень участников, мы как бы упростили. За победу в «Зорнице» борются три команды студентов. Из Сибирского казачьего института, медуниверситета и сборная волонтеры победы. Как говорится, за партой такому не учат. И первое испытание – сборка-разборка АК-47. Что сложнее – собирать или разбирать АК? Конечно, собирать намного сложнее. Преодолел среднее достаточно. Мой рекорд – разборка 7 секунд. Сборка, точно не могу сказать. Разборка-сборка – 24 секунды. Далее важные очки надо было заработать на штурмовом испытании. Сначала бег в каске, затем подъем по пятиметровой лестнице. И так два раза. Лучший результат идет в зачет. Ну а сам конкурс оставляет незабываемые эмоции. В принципе, если подготовка физическая есть, минимальная хотя бы, то, в принципе, справляешься спокойно. Ну, кто бегает, занимается спортом, тем дано. Ну, спокойно я решил эту проблему. Затем команды вышли на полосу препятствий, которые начались с самого старта. Двухметровый забор, бег на скорость с пожарным рукавом. По правилам его нужно присоединить к разветвлению и только потом финишировать. Рекорд мира по прохождению подобного испытания – 14,5 секунд. Участникам зарницы норму времени, разумеется, изменили, но они все равно старались показать максимум скорости. Пару лет назад я уже проходил курс молодого пожарного, поэтому к чему-то был готов, но к чему-то нет. Ну, как-то быстро это все осваивается, ничего такого сложного нет. Единственное, вся проблема упирается в скорость. Три этапа зарницы позади. Последние испытания для участников игры – выполнение нормативов ГТО. Упражнения подтягивания, прыжок в длину с места, бег 100 метров, наклон вперед из положения, стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища и бег на выносливость – это 3 километра. Ну, наверное, по традиции самыми сложными, конечно, являются беговые дисциплины, особенно бег на выносливость. У кого-то могут возникнуть сложности с подтягиванием либо львком гири. Участники зарницы сдавали только часть испытаний. Оставшиеся они смогут завершить позднее и тогда уже претендовать на знаки отличия. Большинство ребят старались выложиться по полной, ведь меньше, чем на золото ГТО они не согласны. Ну, тяжело, да. Ну, 40 раз надо было на золото выполнить, но пришлось выполнять, чтобы получить максимальное количество. Ну, да, тяжело, но я не занимался этим спортом. И как показали, как просто выполнять, ну, как закидывать и все. Так тяжело, но нормально. Итоги всех этапов военно-патриотической игры «Зорница» подведут 1 декабря на форуме «Герои нашего времени» в Омском экспоцентре, где определится команда победителей.